будем печь яблочки опять телефон на неустойчивой стойке будет все шататься что нам нужно яблоки помыть говорят желательно семеренко вот это вот очень похожий на семеренко сорт что-то среднее между снежным кальвиниями семеренко орешки моем случае сахар что еще карта мира вот африка мадагаскар и не юар даже немножко индонезии и острова боли видно даже кита суматра где боли 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 и сумат все я не нашел боли буду целый день думать и делал батусе нирбу круче его на этой карте нету это он наверно маленький так нам что сделать нам нужно из яблук вырезать плохие кусочки уже много плохих кусочков всякие такие черненькие темненькие подгнившие надо было раньше печь пока они красивые были затем под 45 градусов вырезать вокруг ножки вот это вот можно съесть затем оцениваем обстановку внутри если мы там сильно черное оставляем там на какую-то знаете можно натереть и с сахаром съесть затем вырезаем не очень аккуратно середину я обычно вырезаю аккуратно трачу на это отдельное время ну вот это пойдет на типа яблочный салат я его с морковкой натираю и кушаю а вот это вот серединку я вырезаю тщательно потому что я его люблю есть как конфету там не выплевывая огрызок и не выплевывая семечек с другой стороны это чем чревато его слишком глубоко прорезаю иногда почти до конца и вот сюда и вытекает сироп от сахара и тогда весь противень зовет сиропом который я ем потому что он чем-то похож на вкусные конфеты и точнее правильно в яблоке должен остаться я сыплю полу чайной ложечки сахара это мало почему мало потому что их часто ем не хочу много сахара есть обычно две ложится сколько влезет чтобы доверху было теперь можно набить орешка я не знаю вас расслабляет процесс как кто-то бьет орешки и шатающийся экран или поставить на паузу мне уже показывали разные способы бить орехи самые первые там нужно стучать в бачок они в соединение сейчас будет шататься экран бабочка получилась слушайте а чё я мучаюсь еще отлаживать их куда-то буду насыпем сахар в яблоке сейчас ложку я делал ревизию газовой печки и не снял какой же после этого видеоблокер никакой полу чайной ложки сахару в каждое яблочко и малое и в большое ну вот это вот надо как-то расположить чтобы сироп не вытек хотя мне кажется она все равно упадет приклеить как она всем досталось у чайной ложки с небольшой горкой на это чайная ложка с небольшой горкой вот и теперь да еще кладется орешек или творишь так как сахара мало а это лучше чем сахар согласитесь кстати заметили что когда орешки есть и сахара мало то орехи все равно придают такой приятный вкус который заменяет сахар то есть когда много орехов это не хуже чем много сахара потом мне еще сказали что орех можно разбивать стучать по той тому месту откуда он рос я не знаю куда он рос у него два хвостика тоже неплохо я всегда бил ошибочно раньше я думал что стучать по ореху нужно вот здесь вот или просто вот так вот расковыривал его чем-то сейчас на ровном месте будет травма с кровью и мясом типа разломил а что со второй половинка делать бабочка некрасивая видите черная думаю она вкусная думаю надеюсь яблочек немного в этот раз потому что таких уже подпорченных и они пойдут на терку чего еще интересного рассказать на паузу поставлены еще целых четыре ореха бить у меня закончились интересные истории я вчера читал новость в индии женщина родила в семьдесят три года причем этом фотку смотрел но она не выглядит прямо очень старый и деткам уже года по два это двойня это девочки где красивые девочки хорошеньки как вам такая ну это шум мудрица чего еще интересного смотрел фильм смотрел называется кажется самая великая игра или что такое про игроков там где клюшками по мячику бьют и он там улетает и нужно как можно меньшее число ударов загнать его в ум и вообще это слово сейчас вылетела но это не бейсбол там не там главное быть спокойным у них допингом считается успокоительное лекарство вы представляете слово вылетела и все регби нет конечно гольф точно из volkswagen такой volkswagen golf и там как простой парень который носил клюшки в результате стал великим чемпионом блин я вам заспойлил фильм вы теперь знаете конец надо было не смотреть этот рецепт короче в большом яблоки вообще будет много орехов придется еще сверху чуть-чуть сахарком посыпать потому что мне кажется эти верхние орехи они будут без сиропа вообще они почему-то не пропитывается после двух часов в духовке становятся такие воздушные воздушные что ли такие приятные на вкус ну то есть они не становятся вязкими тягучими такие приятные жареные орешки если бабочка хорошая вот как у меня она после двух часов жарки даже не высыхает не усыхает теперь это все дело ставим в духовку для этого надо наверно одеть рукавицу не знаю я нашел такую рукавицу в которой я забор строил сейчас поставим в духовку всю эту радость и ставим мы их в духовку опять таки я не знаю при какой температуре у меня неправильно показывает видите такая вот тут стрелка выходит и 300 градусов это где-то 180 вот ставим как минимум на час раньше полтора часа ставим сейчас на час поставлю и так заводим таймер и ждем час час не дождались мои яблочки потому что я переборщил с температурой там стрелка даже не на тройке была куда-то улетела ее зашкалила нафиг поэтому яблочки карамелизировались даже они просто запеклись а это неправильно видите вот это разорвало даже ну ничего они все равно будут вкусные я уверен в этом сейчас подвину чтобы все было видно вот это вот видите разорвало яблоко это немного разорвало те в которых я боковушечки вырезал но все равно я уверен что это будет вкусно вкусно остынуть и попробую всем пока всем спасибо за просмотр и приятного аппетита пока пока